Всем привет! Все-таки решили попытаться успеть сейчас их посадить. Посмотрите, сколько корней! Это просто выглядит страшновато. Такая ботва. Не знаю, что получится, не получится с них. Но попробуем посадить. У нас еще, благо, есть семена. И что-то с семенами будем, да, высаживать? Да, давай сажать. Две грядки помидоров и еще одна, наверное, сейчас еще получится, да? Наверное. Посмотрим, приживутся они или нет. Но выглядит уже прям классно. Пока что. Пока что. Пока нету травы. Остальное будем сажать сейчас семенами. У нас есть такие семена. Это помидоры. Прям очень-очень классно. Хоть там написано химчист, ковров, что-то это. В общем, это, насколько я знаю, хорошие, прям черный принц помидоры. Мама Люба для нас их собирала. Вот. Еще вот такие семена остались, помидоры. Здесь Серега говорит, что вот это можно посадить у забора. То, что ничего страшного. Где-нибудь говорит то, что кабачки, тыкву и дыню можно вообще где-нибудь. Вон там у наших зарослях посадить все будет хорошо. Вот редиска. Так. Это вот семена. Такие. И обязательно сделаем грядочку зеленью. И капусту взяли тоже. И каким-то макаром забыли про перцы вообще. Ну, я думаю, то, что ничего страшного. Можно будет взять рассаду. Посмотрим, что из этого вырастет. Потому что семена помидоров оказались неплохими. Все вот эти семена мы, кстати говоря, тоже заказывали с бейкера. Посмотрим, как будет схожесть у них, у семян. Помидоры, в принципе, неплохо зашли. Та-да-дам! Какие красивые грядочки ровненькие Серега сделал. Нам прям идеальные. У папы лучше получались. Мы сюда уже посадили баклажанчики. Вот здесь пять семечек баклажанов. Посмотрим, сколько примутся. И туда еще досадили помидорки. А вот это, кстати, на удивление, вот это, оказывается, сладкий перец. Так что перца у нас не было. Вот как раз перчик будет. Мама Люба нам собрала, оказывается, это перчик. Я почему-то по семенам, по виду поняла то, что это это. А подписано там как раз таки то, что это сладкий перчик. Красный. Так что вот. Погода сегодня прям на нашей стороне. Потому что сегодня прям пасмурно. Дождик прошелся. Некоторые помидоры я вот эти пересадила, вот эти крайние. Они, видите, более-менее стоят. Их надо было все-таки вот так вот. Ну как, немножко в землю закапывать. Так, наверное, все-таки правильнее было, как вот эти я посадила. Они даже вот такие высокие, большие стоят. Явно тоже надо будет пересадить. Он даже вот, видите, под уклоном. И вот здесь у него вот уже пошли как корешки образовываться. Я его сейчас, наверное, тоже пересажу. Вот этот. И он тут тоже прям напрашивается. Чтобы пересадить его вот так. Ну, то есть, более горизонтально. Нет-нет, вот эти запросто не выровняются. Запросто выровняются. Так, вот он, видите, какой длинный. И он прям напрашивается, чтобы его вот так посадить. Вот так. Думаю, сейчас для него. Так, сделаем. А ты, который пересадила, полила еще раз? Ну да. Я эти все уже по два раза подняла. Только так близко, да, к этому будет. Еще чуть-чуть. Вот так. Ну, смотри. Вон она стоит. А тебе просто корешочки даст. И все. Узковатая грядка. Вот это первая наша. А, нет, это не первая. Ну, в любом случае, немножко узковатые грядки. Первая так вообще, да? Серега луночку делает, сейчас я буду перчики сюда насаживать. Самый главный кайф в этом сом, что ребенок счастлив, ему безумно интересно. Ворачивал вместе со мной и семян наши помидорки. Дождь только лишь испортил все наши планы. Пришлось без Сергуни сажать помидоры. Третья грядки перчиков будет у нас. Приехали с Сережкой домой. Заехали, точнее зашли по пути. Взяли еще семян. Вообще заходила купить семена каких-нибудь плодовых. Мне нужно было лук купить и морковку. Вот такой лук. Сказали то, что хорошие очень семена. Не знаю, Серега говорит, а что это китайский? Говорит, я что-то китайскому не доверяю. Но сказали то, что очень хорошие семена. Посмотрим. Попробуем посадить. Взяла еще петунью. Уже поздновато ее сажать. Но мне теперь нужно будет что-то придумать. Потому что я вчера... Ой, буду вам показывать. В общем, все как есть. Навела тут опять беспорядок вот такой. Потому что я вот тут убиралась. Вот это все чистила. Видите, как тут. Теперь у меня у цветочков мои хорошенькие клумбы. Или как это называется? Ну, в общем, водичка не вытекает. И вот здесь, как если вы помните, то у меня в этих горшках была гипсофила высажена в семенах. Которую я сама вырастила. И я ее посадила вот здесь вдоль. Бордюрчика. Вот она. Вот она. Смотрите, уже какая прям большенькая. В общем, это достаточно крупные, такие большие. Такие как метелочки. Вот. Сейчас буду высаживать, в общем... Свои семена. И обязательно нужно будет опрыскать розочки. Я не знаю, кто их ест. Вот. Но это какая-то мошка. Она их не ест. Это однозначно. Видите, кто-то жрет. И я, если честно, подозреваю то, что это улитки. Кто-то кушает мои розы с удовольствием. Прямо посмотрите, как листики съели. Вот. Но улиток вокруг я не вижу. Или они сваливают отсюда, или что. Ну, в общем, кто-то жрет розу. Кто ее жрет, непонятно. Причем я уже ее обрабатывала несколько раз. И эту розу, и все остальные розы тоже обрабатывала. Но, видимо, как-то малоуспешно. Ну, надеюсь, то, что в этот раз обработаю, может, будет получше. Хотя, наверное, надо было другим препаратом. Но у меня нет ничего. Как-то называется Биш-Си-4, по-моему, тот препарат. В общем, сейчас хочу посадить свои красивые кашпо. Получается. Ой, эустому, которую я тоже вырастила из семян. У меня было в пачке 4 семечка. Взошло. Ой, смотрите, какая кошка к нам пришла. Серега их шугает. Смотрите, как у себя дома. Прямо как у себя дома. Они охотятся на наших голубей. Взоры у нас вон там на крыше. Перчатки мои сушатся. Вот она, собственно говоря, эустому. Вот такая, смотрите, выросла. Не знаю. Тоже посадила ее поздновато. Поэтому к ней досажу вот в эти кашпо красивые. И еще вот эти семена. Думаю, будет красиво. То есть, в любом случае, если эустома подохнет, то вот эти, по идее, должны будут зайти. Ну, я надеюсь. И еще я в прошлый раз покупала еще вот такие семена. Искала их, не могла найти. А оказывается, я их положила в наш вот этот небольшой сарайчик. Вон туда. Вон она уже куда пошла. Надо ее шугнуть, наверное. И потеряла, забыла. Так что вот так. Ну, посмотрим. Сейчас посажу все. И у меня есть еще семена мальвы. Вот здесь они лежат. Я уже ее хотела посадить. Но мне сказали, что будет не очень. И я, в общем, решила ее вот здесь вдоль забора посажу. Здесь как раз свободное место. В общем, посажу. Два года. То есть, мальвы это двулетники. Посмотрим, что из этого получится. В общем, все, что есть, посажу. Еще я балда самая настоящая. Представляете, вот сюда, в эту клумбочку, к своим белым пионам. Вот сюда. У меня здесь, видите, белая клумба. У меня здесь белая хризантема, белые пионы, белые гладиолусы. И я сюда посадила, как они называются-то там? Ой, оранжевые цветочки. Забыла, как называются. Ну, в общем, посадила их вот так, посеяла. И буквально, вот не знаю, это они или нет. Если кто-то знает, как выглядят. Блин, ну я забыла все равно, как они называются. Ну, конечно, кошмар какой-то. В общем, взяла и выщипала. Я думала, что это трава. А потом такая, думаю, а трава ли это? То есть ситуация повторяется, как вот здесь. Посмотрите. Ну, между прочим, на видео выглядит очень даже красиво. Здесь, видите, даже есть вот такая штука. Не знаю, нужно будет здесь это все убирать теперь. А как это убирать? Без понятия. Посмотрите, здесь какой уже шалфей шикарный поднялся. Ничего себе. Вот это точно шалфей. Потому что я его тут сажала, я знаю. Вот это здорово, здорово. И вот это тоже шалфей. Посмотрите уже, какие большие листья у него наросли. Ну вот. Ой, ну я, конечно, рада безумно. Вот, не знаю. В общем, мама Люба сказала то, что приедет. И поможет мне разобраться, где здесь, что? Где здесь трава, сорняки. А где мои гвоздики я сюда посадила, насколько я помню. И посадила ромашку. Вот. Ну, посмотрим. Кстати говоря, то, что я снимаю вот эти видео на YouTube, это хорошая подсказка. Я всегда могу зайти и посмотреть, что же я туда посадила. Потому что, когда сажала, я вам это рассказывала. Ну и что, я точно горе-садовод. Вот, оказывается, петунию надо было высаживать три месяца назад. А я все ходила, мне не нравились семена. Цвета не нравились. Посмотрите, здесь прям корешки. Ну, надеюсь, то, что эустома приживется. Я так мечтала, чтобы у меня была эустома. Посмотрим. Тоже поздно посадила. Скорее всего, она меня тоже не порадует цветением своим. Но, как говорится, надежда умирает последней. Смотрите. Она вся в корешках. Посмотрела инструкцию. Говорят, что нужно немножечко присыпать песком. С тоненькими слоями. Приехала домой. Сережку отвезла в школу. А Серега тут уже начал делать арочки. Смотрите, он взял трубу. Сделал такие колышки. Вот так вот веревочку натягивает. И грядки там тоже такие ровненькие получились. Потому что вот по натянутой веревочке это все он делал. Вот такие красивые грядочки получились. Помидорки. Тьфу-тьфу-тьфу. Вроде как отходят. Чувствуют себя неплохо. Я переживала, если честно, то, что очень поздно мы их посадили. Но вроде все налаживается. Записывай чаще. Ну, чаще. Я же не могу постоянно записывать. Да ладно. Да ладно. Серега говорит, что он так курить выходит. Еще наша мама Любочка была права. Это действительно Жасмин. У соседей он вот так вот цветет. Ну, надеюсь, то, что и у нас скоро зацветет. Видите, появились листики на нем. Думаю, то, что сейчас мы его почистим здесь. Разрастется, будет красиво. Большой-большой кустик будет. Смотрите, какой он на самом деле. Был абсолютно лысый. И мы его, если честно, даже не поливали. Но он каким-то образом отошел сам по себе. Ну, все, дорогие. Буду с вами прощаться. Спасибо большое вам за то, что пишете мне комментарии. Ставите лайки свои. Я вам безумно благодарна. Все, давайте. Всем удачи. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Пока-пока.